О внучке Деда Мороза из сказок известно немногое, разве что это милая девушка с тонким голосом и добрым сердцем. Так что вполне вероятно, что она могла быть офицером, уметь стрелять и по будням носить погоны. Этой легендой придерживались организаторы конкурса на лучшую снегурочку среди сотрудников уголовно-исполнительной системы. Идея нашего сегодняшнего мероприятия это создать для сотрудников новогоднее настроение, праздник, последние недели уходящего старого года. И хотелось бы как-то всех собрать и устроить, подарить подарки, пофотографироваться у елочки, создать атмосферу нового года. Участвуют 14 подразделений всего УФСИН России по Ивановской области. От каждого подразделения выступает одна снегурочка, независимо от возраста, так сказать. И должности просто они выбрали сами из своих женщин и вот они участвуют. Конкурс очень похож по структуре на обычное состязание красавиц. Сначала дюфиле, потом творческие конкурсы. Каждая снегурочка должна рассказать о себе и показать жюри, почему именно она достойна победы. Как раз репетиция перед праздниками, которые отмечать будут и в зоне. Ёлки наряжены, осужденные, готовые. Все как всегда. Пуранты, Новый год, Владимир Владимирович Путин. И спать. Все по режиму. Светлана работает в колонии номер 5 строгого режима уже 10 лет. В ее буднях мало радости и позитива. Но она все равно не забывает о своей творческой натуре. Но предложение побыть снегурочкой отозвалась с энтузиазмом. Ролик снимали почти всем коллективам, наверное, нашего учреждения. Платье, которое на мне шито практически собственноручно. Танцевальное платье тоже. Ну и что еще. Ну и конечно с танцем пришлось немножко повозиться. Занимались каждый день, каждый вечер. Надеюсь, всем понравится. Попробовать навыки снегурочки офицерам придется и на практике. Ежегодно сотрудники УФСИН выезжают в детские дома и поздравляют ребят, дарят им подарки. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.